Рука у нас не вот так вот, и не на лыжах. 90 градусов прямо, раз, вторая, два. Ходить с троем, жить в палатках, носить форму. Такой способ провести неделю летних каникул выбрали для себя 12 команд из школ и техникумов Архангельской области. На ближайшие несколько дней им предстоит примерить на себя работу настоящих спасателей и принимать решения в смоделированных для них ЧАЭС. Большой подвиг начинается с малого, начинается с маленького действия, которое вы оказываете помощь тому человеку, которому плохо. В деле спасения жизни человека нет незначительных моментов. Важны не только теоретическая, психологическая, но и спортивная подготовка. Поэтому первым состязанием стал кросс на тысячу метров. Сила и выносливость пригодились не только в эстафете. Без должной физической подготовки время для выполнения задания автоматически увеличивается. А это один из главных критериев для судейской команды. Здесь принцип простой. Чем быстрее спасают пострадавшего, тем легче потом ему переносить травму. Он упал, провалился в пещеру. Но время не единственный критерий. В первую очередь обращают внимание на качество выполнения задания и на безопасность спасателя. Если он идет с нарушением техники безопасности, мы это грубо пресекаем, штрафами здесь наказываем. Детям это не нравится, они стараются не попадать на штрафы. Спасение еще одного пострадавшего уже не в горах, а на воде. Известный лозунг о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, здесь отчасти становится правдой. На тренировке пострадавший дает команде советы, а потом даже сам выбирается на берег. Но это только на тренировке. Старт, внимание, марш! Как только дана команда о начале, все выполняется только всерьез. По сценарию нужно спасти двух пострадавших. В начале помощь оказывают тому, кто в воде, ведь он находится в большей опасности. Ну, молодцы, спасли одного! Давай второго спасать! Потом отправляются за тем, кто на плоту. Судьи и в воде, и на берегу пристально наблюдают за выполнением задания. И особое внимание уделяют обращению с пострадавшим. Аккуратнее с пострадавшим! Еще одна спасательная операция на этапе техногенка. По сценарию организаторов, ЧЕС произошла в здании. Поэтому в задачу команды входили поиск и эвакуация пострадавшего. Как только останавливается секундомер, начинается разбор полетов. Капитан оказывал помощь пострадавшим. Остальные все стояли, просто и смотрели. В это время можно было заниматься, очень много дел было. Перенести второго пострадавшего, начать страховать второго пострадавшего, выгружать. Суета, суета, суета. Ну нет, суеты особой нет. Вот просто потеря времени такая, незначительная она, конечно, можно делать все быстрее. В анализе работы группы судьи делают большой акцент на командной работе. От того, как распределяются роли, как понимают и поддерживают друг друга участники, зависит половина успеха. Это стараются донести не только до взрослых, но и до младших участников соревнований. Давай, давай, давай. Ты можешь, ты можешь, давай. Давай, немножко. Давай. Давай, Милана. Пожалуйста. Чуть-чуть осталось. Ты чего? Будь тряпкой. Мужик. Мне так же подваживайте. Согласен. Задания трудны и для взрослых, и для детей. Поэтому на этапах судьям помогают студенты спасательного отряда «Поморспас». Для них это не только общение с подрастающим поколением, но и подготовка к собственным соревнованиям. Самое главное – не нагружать верхнюю веревку, не держаться за усом. Потому что здесь уровень соревнований высокий, и он достаточно сложный, и не только для школьников, но и для студентов он тоже будет достаточно сложным, если они пойдут проходить эти же самые этапы. Несмотря на высокий уровень сложности соревнований, в ходе спасательных операций удалось помочь всем пострадавшим. Уже сейчас команды смогли сделать первый шаг в благородном деле спасения людей. И несмотря на то, что для школьников это пока только игра в спасателей, возможно, уже через несколько лет кто-то из них сделает свой выбор в пользу именно этой профессии.